Давай, Борис, тогда начинай. Скажите, у кого сколько страниц в Фейсбуке? Потому что последнее время я открываю за 1 рубль в том сервисе, уже активированная страница, не помню как он называется, там где ВКонтакте по 10 рублей, и размораживать можно ВКонтакте сервис по 10 рублей. Сейчас я его найду, скину. У кого сколько страниц? У Лены, знаю, штук 5, наверное, может больше. 7. У Саши Макарова сколько? 1. Дамир? 1. Тань? 7. Юлиана? Юлиана только пришла к нам недавно, да? У Андрея Ломовцева вижу в мессенджере истории, но меня там так замочили звонками иностранцы, что я оттуда вышла. Мессенджер можно отключить, чат можно отключить, мессенджер, видеозвонки можно отключить, и они никому мешать не будут. Да, я потом уже оповещение убрала. А как отключить с мессенджера? Мессенджер? Да. Ну смотрите. Три полосочки там надо нажимать и отключить уведомления. Сейчас я попробую демонстрацию экрана сделать. Скажете, видно, не видно? Вот, видите? Экран пошел? Да, там видно. Видно? Ага. Видно. Смотрите, вот шестереночка. Вот здесь нажимаете выключить чат, и здесь нажимаете выключить вкладки с публикациями, отключить голосовые и видеовызовы. Она, наверное, имеет в виду со смартфона. Ну, со смартфона. Да, 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 да. Со смартфона там тоже в настройки. Три полосочки там. Да, в три полосочки зайти, и можно отключить чат и голосовые. Уведомления отключаешь, звонки, вибрацию. Но пуш все равно приходит, я мессенджер вообще удалила. Не знаю, то есть у меня ничего не приходит, потому что у меня фейсбука я не загружал на смартфон. А я загружала, я пишу там истории. И вот Елены истории вижу. Вот смотрите, Борис открыл страницу, и сразу вот Ирина Маркелова опубликовала то-то и то-то. И каждый день ваши друзья должны заходить и видеть вашу историю. В оповещениях. Вон Ларису Дворяткину вижу в оповещениях. И расскажи про скрипт. Вот эта страница, я ее создала три дня назад. Бывает, создаешь, вступаешь в группы знакомств, кидаешь фейковую женскую страницу, открываете. На следующий день, как правило, 800-900 запросов в друзья. Вы их добавляете скриптом. Стоит он 285 рублей. Руками просто руки могут отвалиться. Борис настроил так, что там 5 секунд задержка, 8 секунд, 3 секунды. То есть имитирует руку человека. А потом отдых. И, например, вы идете пить чай, а он работает. Потом, когда у вас много друзей, сегодня, например, 500 добавили, 600 в сутки, можно добавлять просящихся тысячу человек. Это лимит. То есть за 10 дней до лимита 5000 вы можете скриптом набрать. И что хорошо, во-первых, их можно автоматом в группу добавлять в фейсбуке. И вы делаете пост, а ваши друзья в ленте это все видят. Как только они заходят на страницу, вот как сейчас, вот лента, и вы видите мой пост, так же видят все друзья, которые вот у этой мамбиты. Мамбиты это моя фейковая страница. Я под иностранку заказила. Ну, я видео уже записывал, как это работает. Вот сейчас, сегодня новый скрипт я перезаписал, потому что старый почему-то отказался работать. Смена каких-то скриптов в фейсбуке была. Ну, скрипт работает примерно так. 14 человек, сейчас он покажет, как он будет добавлять. Вот, 16 человек просится внизу. Вот Борис ничего сейчас не делает мышкой. Ну, то есть, здесь 15 секунд задержка, он заходит на страницу, имитирует человеческие какие-то действия. Вот автоматически начинает добавлять друзей. То есть, подтверждать запросы на добавление в друзей, которые к вам просятся. Ну, вот тут 5 секунд, 2 секунды, 3, 15 секунд, по-разному. Чтобы не видно было, что это робот делает. Для того, чтобы его настроить, надо скачать расширение iMacros и браузер Mozilla. Не обязательно Mozilla, я сейчас еще проверяю, сейчас на Google можно установить тот же самый скрипт. Вот на Google я его сейчас не гонял еще, но вот сейчас думаю на Google, как сделать. Советую вам штучек 10 страниц открывать, это если по почте, то бесплатно. Если по этому сервису, то стоит 1 рубль страница. Вот я сейчас кину в чат этот сервис, там без партнерской программы, просто сервис. Увидите, в Фейсбуке, ВКонтакте бывает, что по нулям, бывает там 300 номеров, а бывает ничего. Вот в Фейсбуке сейчас 226 свободных страниц. В основном в Фейсбуке занимаются бизнесом, и оттуда очень много иностранцев идет. И так как у нас международный проект, в переводчике переводите на английский, делайте косты. Да, на любой язык можно переводить, близко к тексту. Я вчера общался с людьми. Смотрите, вот скрипт, он сделал свои дела, то есть скрипт автоматически настроен на тысячу человек. С учетом того, что здесь с паузы стоят, то есть он сейчас 60 секунд отсчитает сам, переключится и еще 10 человек добавит. Рассчитан на 100 циклов, то есть 100 на 10 получается 1000 человек он может добавить. В любом случае, если даже там не 1000, а 260, там 800 человек, он закончит свою работу и остановится. Расскажи еще, как в публичную страницу расширением бесплатным добавлять друзей. Например, вот с этой страницы у вас много друзей, вы создаете публичную страницу, Лена уже на вебинаре рассказывала и показывала, как создать ее. И расширение себе скачиваете? Ну давайте я сейчас здесь остановлю и пойду уже на свою, на гугл, потому что Мозилу у меня именно под роботов пока. Вот есть такие расширения, то есть Invite All, которые можно скачать в магазине гугловском, они бесплатные. Вот такое расширение есть. То есть сейчас он не добавит, например, сейчас я перехожу на свою страницу. Вот мои публичные страницы, у которых тоже вы должны у всех быть, они и не по одной. Желательно, чтобы 5-6 их сделать, чтобы они были у вас. И администраторами другие страницы. Смотрите, страницы вы можете делать абсолютно на любую тематику, то есть здесь роли большой не играет. Как публичную страницу сделать, тоже есть видео, практически все просто. Заходите вот здесь в меню и здесь можно создать новую группу и создать новую страницу. То есть разберетесь там, заполняете, ничего сложного там нет. Для чего нужен вот это расширение? То есть вы нажимаете, вы заходите как администратор, нажимаете вот сюда, нажимаете пригласить друзей. Друзья будут приглашаться именно те, которые у вас есть. У меня сейчас 5000 друзей, я уже практически многих подобавлял. Ну, есть кого не добавил, вот Лисицкий, например. Я открываю вот эту вкладку и я нажимаю именно на это расширение. И оно потихоньку... Сорок человек там, да, лимит? Да? Сорок человек в сутки больше вам не дадут добавить. То есть если все добавлены, он просто напишет, что добавлять... То есть на сегодня добавлять запрещено. То есть лимиты вы не превысите, Facebook вас за это не заблокирует. Вот при вас он сейчас работает, это расширение. То есть я опять же ничего не делаю, оно автоматически сейчас рассылает приглашение людям. Какие расширения в чат сюда, в брифинг? В расширение? Давай после брифинга я уже кину это расширение. Вот, смотрите, уже все. Вылезло ограничение. Иногда бывает вот такое, что ограничение начинает выскакивать. Но это лаги уже программа самая. Ну, то есть если вылезла какая-то табличка, можете вот это все хозяйство закрывать. Либо расширение вам напишет, что на сегодня все друзья добавлены. Вот приглашение разослано. Еще одно расширение, которое уже в видео мы записывали, которое добавляет в группы, например. Вот она у меня. Вот, группа Invite Out. То есть я захожу, например, в любую группу, могу в вашу группу зайти, если я в вашей группе состою, либо в свою группу. Вот видите, 507 участников. Я нажимаю вот это именно расширение, опять же. И оно автоматически у меня начинает добавлять 45 человек. То есть там расширение, и это можно настроить. Потому что если вы не будете настраивать расширение, он будет добавлять, да, ну вот сколько друзей есть, столько и есть. Но за это Facebook банит на, там, может на сутки забанить, может на три дня забанить. То есть на данный момент вот люди, которые у меня добавлены, я их сейчас добавляю в группу. Вот как вы видите, 507 участников. Сейчас он добавит, вот, например, 12. Ну, либо сейчас подождем, что он 45 человек добавит и остановит. Я тоже сейчас трансляцию запускаю, как мы работаем командой. Запустила ВКонтакте, пусть люди смотрят. Хорошо. Вот он. 100 человек добавлял. А? Ты по 100 добавляешь? А, ну в группу, да, но лучше 50. Нет, но в группу все равно лучше 50, потому что ограничение в сутки тоже идет, по-моему, 600 человек. Хорошо. Вот, нежелательно по 100 добавлять. Лучше по 50, лучше по чуть-чуть, но каждый день. То есть можно прокачать несколько групп сразу. А зеленый, это который добавлены? Зеленый, это который добавляется. Красный, это который у вас уже, у меня уже добавлено в эту группу. Вот у Мамбита, вот Иринина, новая страница, она вот сейчас перебирает этих людей. Вот 3054 человека, которые дали разрешение, чтобы их могли добавлять в группу. Есть черные надписи, там написано, что человек сам вышел. Ну, лучше его не донимать, и он либо сам вступит в вашу группу, либо, ну, как... Друзья, вот так вот мы работаем командой, создали чат в скайпе, и у кого какие вопросы, мы в проекте их обсуждали. Смотрите, смотрите, вот ограничение выскочило, 45 человек добавилось, окей, нажимайте. Настроить ее достаточно просто, тоже нажимаете кнопкой, правой кнопкой мыши нажимаете, нажимаете параметры, и вот здесь вот выставляете людей. После этого сейф нажимаете, можете 50 человек, можете 30. Нужно быть аккуратным, осторожным, потому что за это, не то что страницу не банят, но отключают вот такую возможность добавлять людей в группы. Вот сейчас 507 человек, как вы видели, 45 я добавил, то есть вот, 552 человека. То есть вот такие действия желательно делать каждый день. Ну, у нас еще робот постит, по 60 постов, по-моему, он делает, да? Ну, сейчас я робота перенастроил на 90 постов, вот 90 постов где-то у нас на сутки уходит. Вот, ну, пока я, наверное, трансляцию отключаю, экрана, либо какие-то вопросы еще задавайте, либо Ирина сейчас начнет что-то рассказать. Что-то непонятно мне. Я в нем зарегистрировался, а зайти он не заходит вообще. В нем ты зарегистрировался, тебе на почту должно было прийти оповещение. Пришел пароль и все, я ввел его, я вхожу, и там вот выходит Артем Плешков, все вот это. А хочу, как, оплатить, нажимаю какого-то. А там спайры же только, да? Там спайры, да. У тебя есть кошелек Пайр? Кошелек Пайр надо завести. Есть, есть, создал уже. И хотел оплатить этот какой-то, нажимаю на кабинет, да, нажимаю на кабинет, меня опять на центральную выкидывает, сколько людей зарегистрировалось, вот это, на центральную, и все, больше никуда не заходит. Опять просит войти. Ну, это надо экран смотреть, ты до сих пор со смартфона работаешь? Угу. Ну, со смартфоном могут быть... Нет, можно хотя бы нетбук купить. Ну, или, либо взять у кого-то. И так пытался, и так пытался, он... Там же вроде на все семь площадок один пароль и один этот. Да, один логин и пароль, да. Но он не заходит, он опять повторно... Ну, возможно, проблема, что с телефона, ну, я даже не знаю, не слышал, но все, в основном, на этой площадке с компьютера работают. Я тебе не могу ответить. А может, из-за телефона, может быть? Может быть, я не помогу. Тебе, знаешь, что надо сделать? Тебе надо вступить в официальную группу, там есть такой админ, вот это именно площадки Seven Booster Фирсов. Чем-то поищу. Вот, его найдешь, к нему подключишься либо в Skype, либо в ВКонтакте, его найдешь. И можно задать вопрос, вообще с телефоном возможно работать или нет. То есть, я с ним общался, вот буквально две недели назад, он задавал ему вопросы, то есть, он на ВКонтакте идет хорошо. То есть, если вопросы по теме, то все нормально. Вот, вот Seven Booster, сейчас я кину в чат. Это группа. Так, Enter. Дальше рассказываю про пиарим ВИС. Вот Андрея в ленте вижу часто. Вот, кто здесь зарегистрирован. Некоторые только купили пакет VIP, поэтому они могут становиться вот сюда, вверху, в ленту. Вот, как встать, вот, сюда нажимаем. Татьяну вон вижу. А я не вижу демонстрации. А, прошу прощения. Ну да. Сама себе смотрю. Видно, да? Да, демонстрация. Все загрузила. Вот, вверху лента, пиарим ВИС. Вот уже 6 долларов, 40 центов у меня заработано. Я всего-то два видео сняла. И партнеров у меня... Партнеров у меня уже вот 16 человек, которые тоже покупают VIP-статус. А когда страница у вас оформлена, люди очень много просятся в друзья. Вот, посмотрите, сколько друзей. Они постоянно просятся. 8 апреля. Вот, видите, друзья? 37 человек. Это я постоянно подтверждаю. Вот, смотрите, они просятся, просятся и просятся. Ко мне уже добавилось около 2000 человек за эти три недели. А у меня оформлена страница. Вот, смотрите, 8289 друзей, 366 подписчиков. А здесь у меня стоит презентация на проект «Семь миром». Стоит ссылочка. Стоят теги. Люди, соответственно, заходят. Страница должна быть у вас продающая. Сделайте вы какую-нибудь красивую аватарку себе. Тот же хромакей, про который Борис рассказывал, вы можете себе любой фон сделать на заднем плане. Смотрите, я там сейчас перебью чуть-чуть. Ссылочки на расширение я кинул в этот чат, где брифинг 0405. Зайдете после эфира, посмотрите, закачайте себе. Устанавливается только на Google. Продолжай. Дальше. В MR Fast. Здесь у меня крутятся мои страницы. Я покупаю посетителей. Здесь они реальные посетители. Вот. Страницу я кручу здесь. И YouTube. Но потихонечку. Там где-то 10 рублей в день у меня уходит. И кручу ссылочку свою на всем миром. Вот смотрите, 29 716 переходов. Я поставила безлимит здесь. На 2 недели. Цена, конечно, кусается. 3000 рублей на 2 недели. Ну и переводы. За первое место топ-10 я получила 300 долларов. Дальше есть вот такой букс. Много буксов показывать не буду. Парочку покажу. Здесь также у меня идет денежка. Как-то рефералы прибавляются сами. Это если зарабатывать. Забыла уже где. А, мои партнеры. Я сняла всего один обзор. И рефералы мне не носят деньги. Вот 73 рубля, 47, 30, 25, 10. Очень много рефералов откуда-то взялись. Кстати, вот здесь внизу можно поставить баннер. Ну, половина наших, я смотрю. Баннер стоит у них 300 рублей 7 дней. Написала я в официальную группу, потому что я на этом буксе не нашла, где вообще можно это взять. Оказывается, есть такой сайт, линк-слот называется. Вот как он выглядит. И смотрим. Вот, 300 рублей. И переходов у меня 3 за день. За сегодня. Сегодня 239. А за 2 дня 343 перехода. 300 рублей в неделю за этот баннер, я считаю, очень даже недорого. Закрываю экран. Расскажи про методику, как можно зарабатывать на методике. Установлю показ пока. Борис, расскажи. Так, секунду. На методике зарабатывать достаточно просто. Совсем недавно я провел трансляцию. Многие на ней были. То есть, вы ее можете использовать, как рекламное видео для этой методики. По-моему, достаточно подробно я это все описал там в ней. Вот, дело в чем. Например, чтобы зарабатывать. Сейчас я экран включу. Начать зарабатывать на методике. Начинаю демонстрацию экрана. Экран пошел? Да. Да, все видно. Так, все видно. Сейчас я позакрываю. Смотрите. Вот видео. Я его обработал сегодня. То есть, вы уже видели, смотрели это видео. Вот здесь написано. Полный обзор курса. То есть, это видео вы можете себе скачать. Сейчас я его остановлю. Здесь есть ссылка именно на страницу, где люди могут его приобрести. Сейчас раскроется. Здесь есть отзывы. То есть, достаточно просто. Вот я несколько отзывов сюда добавил. Вот здесь и я есть, в принципе, и для Елены Стрелец. То есть, много людей, если там какие-то скептики, кто-то что-то не верит. То есть, они могут посмотреть вот эти ролики, которые на Ютубе выложены. И приобрести эту методику. Помимо того, что вот это по моему видео, например, они могут тоже отследить, посмотреть, какие материалы есть. Если кто-то хочет заработать, можете привлекать просто рефералов под себя. Если вы зарегистрированы, если не зарегистрированы, вот, достаточно перейти по этой ссылке. Но я уже зарегистрировал, и меня сейчас на площадку кинет. Так, ну, я сразу на площадку зайду. То есть, здесь не буду долго мучиться. Сразу на площадку зайду. Так, Копча. Вот, у вас будет вот такой личный кабинет на площадке Desire. Вот здесь находятся все наши курсы. То есть, помимо того, что вот наш, смотрите здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас восемь уроков, которые вы можете найти на нашем сайте. И под каждый вот этот, вот, под каждый этот курс, урок там, вы можете зарегистрироваться и получить свою реферальную ссылку. То есть, если вы зарегистрированы именно вот на этой площадке. То есть, вам много, ничего не надо будет там делать. То есть, просто сейчас попробую зайти на сайт. На наши, если откроется, потому что днем какие-то проблемки были небольшие. С загрузкой. Либо я могу на каждый курс кинуть ссылку именно на реферальную, по которой вы можете зарегистрироваться и получать деньги. Ну, самое, самое сладкое, это получается вот этот полный авторский курс от Ирины Агаповой. 2000 рублей и по нему реферальное отчисление 40%. Причем, с учетом того, что я сделал тоже трехуровневую партнерку, там 40% с первого уровня, по-моему, 25% со второго и с третьего 15%. Сайт не открывается. И еще, вот у нас Александр, он уже зарегистрирован в Офер Инвести. Вчера, буквально, я еще зарядил ссылки, ссылки на, вот у меня опять тоже проблемки небольшие, на SpoonPay. То есть, есть такая площадка, я сейчас зайду в каталог, чтобы долго не искать. Потом тоже можете здесь зарегистрироваться. Ссылка здесь единая, как и в Офер Инвести, как и на 7Booster. Сейчас я покажу бизнес-обучение, у нас эти курсы стоят. То есть, либо вы можете стать нашими партнерами и продвигать наши курсы. Вот они, два курса. Здесь есть авторский курс, вы уже, наверное, знаете. Это приглашение, приглашая по одноклассникам. И полный авторский курс, который стоит 2000 рублей и 200 рублей. То есть, люди могут выбирать любой из этих курсов. То есть, хотите зарабатывать, ради бога, заходите вот на площадку SpoonPay. Получаете свою реферальную ссылку, например, на этот курс и предлагаете людям. То есть, если у людей нету на полный курс, вы можете приглашать на авторский курс именно по одноклассникам. В принципе, для начала и одноклассники пойдут. Но в дальнейшем я планирую все-таки расширить, разбить весь этот курс, чтобы человек, например, постепенно начинал покупать по одноклассникам, отдельно по ВКонтакте, по Фейсбоку, Инстаграму. Вы все прекрасно знаете, что такое курс «Приглашая, не приглашая» от Ирины. То есть, скажите, кто уже за 2000 покупал, уже не надо им платить, просто можно зарабатывать. Ну, им платить нельзя, да, вам платить не надо. То есть, вот здесь на каждом стоит партнерская программа. Вы любой курс можете продвигать. Если вы зарегистрируетесь на этой площадке, вот уже 13 партнеров, которые продвигают этот курс. Я даже не знаю, кто именно вот эти 13 партнеров, которые зарегистрировались. То есть, здесь же вы можете и желательно, конечно, оставить комментарии. Но обратно же комментарии могут только оставлять зарегистрированные пользователи. Здесь же вы можете, если вы, например, обязательно должны быть зарегистрированы и хотите, например, участвовать в партнерской программе, вам достаточно просто будет нажать и поделиться ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и в Твиттере. То есть, после этого вы становитесь уже непосредственно партнерами вот этой программы. Если кто-то купит, вам на счет придет 25, ну, с 200 рублей 25%, это получается 50 рублей. Да, получается 50 рублей. Ну, тоже неплохо. Если будете продвигать курс полный, соответственно, там сейчас, я не помню, партнерская программа у нас 30%. Ну, тоже можете посчитать, тоже просто за продвижение именно курса. И вам хорошо, и нам хорошо. 600 рублей только с первого уровня, отлично. Ну, дело в том, что если ваши тоже будут приглашать, соответственно, если курс сейчас пойдет хорошо, соответственно, вот первый уровень я сделаю, возможно, тоже 40%. Ну, Юлиана, она же не покупала курс, она может купить по ссылке Татьяны Ворошиловой. Татьяна Ворошилова тоже заработает и нам достанется. Ну, да. Юлиана у меня взяла. Юлиана у меня покупала. По партнерской ссылке? Нет, мое. Я же свое записываю. Ну, кто собирается записывать свои курсы, тоже смотрите. Можете их продвигать тоже, вот зарегистрироваться с PoonPay. Ссылочку, если в 7Booster уже загружено, то есть, если вы зарегистрированы в 7Booster, либо на OfferInvesti, можете уже сами начинать писать свои курсы и продвигать именно на этой площадке. Правильно. Ваши партнеры, вам же лучше. Вам партнеры... Можете задать вопрос, извините, пожалуйста. Да, да, конечно. Это Юлиана. У меня тут просто из Индии сейчас начался регистрироваться, мальчик активировать хотел на 5 долларов. Он занес, значит, опцию Visa, и там вырезать два кошечка PayPal, да, или кредит, кредитная, да. Но у него карточка дебит, и он не принимает, как бы пишет кредит, а ему отвечают, что карточка недействительна. То есть, вот ему может как лучше активироваться? Можно через PayPal. Через PayPal? Я вообще не могу обмен сделать, мне по курсу 5 долларов, а я на единый кошелек могу ему перевести. Вот так вот. И будет выгодней, он и 25 центов не будет. И имейте в виду, я так уже 3 года меня, и вот Елена Стрелец знает, что люди, когда не через кабинет оплачивают, они рублей 700-800 экономят. Они мне, ну, кто уже мои видео смотрит давно, уже люди мне доверяют, они мне перечисляют с карты на карту по курсу продаж доллара, а я уже им с единого кошелька на единый кошелек. А я так без комиссии вывожу и без обмена, мне так выгодно, и людям выгодно. А, то есть эти 5 долларов он может оплатить вам лично, да? Да, он может карты на карту перевести через Бербанк онлайн или через смартфон, а я ему 5 долларов на его единый кошелек переведу, создаст единый кошелек. А почему он не может сразу на свой единый кошелек перевести сам? Он не может сначала сделать... Не надо в единый кошелек заносить деньги, потому что единый кошелек отменил обмен с рублей на доллары, он там не обменяет и не оплатит. Оплата напрямую из кабинета идет. А почему у него не получается... Хочет, он просто выбирает карточка виза, заполняет свои данные, заполняет 3 цифры, срок действия карты, ему должна смс-ка прийти одноразовая. Так он заполняет. Я же говорю, проблема в том, что когда он нажимает кредитка, карточка, у него нет кредитки, у него есть только дебит. То есть, социальная, для платежей, не кредитная карта. Не подойдет, Борис не как-то делал. Не подходит. Маэстро, если лук там с цветочками, она не подходит. У него какой банк? Начнем с того. Ну, виза там, виза вообще карточка. Нет, если виза, карта, возможно, у него... Подождите. Давайте по очереди. Если виза, либо мастер-карт, возможно, в некоторых банках стоит ограничение в личных кабинетах для платежей в интернете. То есть, если такой проблемы нет, то желательно, конечно, связаться с Ириной и решить этот вопрос, чтобы она дать номер карты. Человек должен дать номер карты, она свяжется с директором, возможно, какая-то ошибка, но они на уровне валют ванна, например. То есть, если возникают у кого какие-то вопросы, связывайтесь непосредственно с нами. То есть, вопросы с платежами, чтобы не проходят, например. И все молчали. А мы думали просто, что переводов нет. Оказывается, ошибка была. Из Индии он не сможет послать на Сбербанку. Вообще у них с переводами, мне кажется, там проблема. Из Индии не выпускают деньги вообще. А у них даже Western Union нет. Я просто знаю, что мне муж из Индии может прислать Индия. Мне муж не может прислать мне лично. Ну, как бы банк, он не может мне прислать многие вещи. Смотрите, вот теперь все понятно, что если он не может прислать через PayPal, он может оплатить, в принципе. Зарегистрироваться в PayPal, да? Да, он может сделать платеж через PayPal, потому что мы делали так. Он делает платеж, и заодно его регистрируют в этом кошельке, и через этот кошелек он и выводит, и получает, получает. Ну, в любом случае, ему в WalletOne надо будет зарегистрировать. Но с WalletOne можно будет переводить на PayPal. А он может сейчас до активации зарегистрировать сначала кошелек в WalletOne? Можно перевести. Перевести как-то туда. А потом что-то в WalletOne не сможет. Нет, 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 у него не получится в одном случае WalletOne. А, нет, WalletOne он может зарегистрировать, да, все правильно. Может зарегистрировать. Да, а потом на фотоаппарат. Но привязать его в аккаунт он сможет только после активации кабинета. А, вот, вот, вот. Сначала активация, потом привязка кошелька. Хорошо, тогда еще, может быть, я напишу в Skype отдельно, чтобы мне время не занимать. Да. Еще у кого какие-то вопросы есть? Александр, Андрей, Елена, Татьяна. Вот по этому... По кабинету. Давай, Дамир, по кабинету. То переходы есть, то их нету. Как-то странно происходит. Вот, например, бывает 50-70 переходов, а бывает вообще. Как будто отключается или какого... Да нет, они, скорее всего, они либо есть, либо нет. То есть с переходами проблем особых не было. И 50-70 переходов я оформил тут новую ссылку. У меня просто... Просто я ее даже нигде не кручу, у меня по ссылке по 300 переходов идет. То есть... Ну, люди либо переходят, либо не переходят. 50-70, Дамир, это не переходы. Надо что-то поактивнее. Поактивнее где-то рекламку дать. Вот, которому я оказал финансовую помощь. Я ему говорю, ты отписался? Он говорит, да, я всем отписался. Говорит, я говорю, что ты дальше будешь? Он говорит, пока я прекращаю. Я говорю, а что? Он говорит, что-то нереально. Я говорит, столько вложил, а... 133 регистрации, 5 активаций, говорит, ни одни оказания, говорит. Просто, говорит, просидел месяц, говорит. Я говорю, нет, он работает, я же за тебя получил. Он говорит, да, не вижу, что-то, говорит, как работает. Ну, сколько, говорит, заработал-то, говорит, за это? Ну, со смартфона я сразу скажу, что это не работа. Автоматизировать надо свой процесс. Нет, он купил, я наутбук купил, все, чтобы работать. А он, у него 130 регистраций, и 5 активаций, ни одни отказал. Ну, смотри, 130 регистраций? Да, еще пишут в личку, говорит, ты что, говорит, как? Ты, говорит, что этим заделался? Попрошай-ка, я говорю, в смысле? Ну, типа на благотворительность, а сами шикуете. Я говорю, нет такого. Кто шикует? Много... Ну, шикуют те, кто уже наработал команду, конечно, можно шиковать. А почему не шиковать? Поработайте, потом шикуйте. Какие проблемы? Ну, смотрите, вот следующий вебинар планируется, вот этот, люди, которые, вот, которые Ирина вчера проводила, следующий вебинар либо я буду проводить, либо Елена. Борис будет потом, ну, скорее всего, буду я проводить, то есть пригласить туда вот тех людей, которым, например, он отписался, либо твоим людям, которые под тобой регистрируются, подписать им в сообщение, то есть приходите на вебинар, то есть поделиться. По-моему, проблем я не вижу. Если, если, ну, много, много людей, да, много людей и много недоверия, но если у нас это работает, почему у кого-то там это может не работать? У Ломовцевых это работает с 14-го года. У Андрея Ломовцева хорошо пошло, то есть в начале. Он что, приуныл там, Андрей? Андрей, ты здесь, нет? Здесь, здесь не приуныл я. Не приуныл. Это видео твои невидимые. Да, видео твои зажигательные. Соберусь как-нибудь. Вообще, про командную работу хочу сказать, что кто еще не умеет работать, учитесь. Вы помогаете нам лайками, репостами, комментариями, мы помогаем вам. Если какие-то вопросы, мы на них ответим. Если я прошу написать комментарий, сделать репост, будьте добры. Если вы кинете в чат, мы сделаем репосты. То есть, если вы делать не будете, мы вам тоже не будем помогать. Я всегда делаю нечего, а нечего, а нечего и нечего. Нет, про тебя конкретно разговор не идет. Да я не конкретно, я вообще всю команду говорю. В группу заходишь, чтобы постить, а там бывают группы закрытые. Для чего тогда эти группы? У меня вообще работает СМР по группам. Я по группам больше работаю. Нет, мы работаем именно по личным страницам. То есть, ты сделал пост, я сделал твой перепост твоего видео, твоего поста. Андрей сделал пост, кинул в чат. Некоторые даже получается, что молчим, чат молчит, никто ничего не говорит. Никто ничего не молчит. То есть, если в чат не заходить, буквально, я не знаю, что случилось. Две недели назад два часа в чат не зашел, сто сообщений висит уже. На данный момент я понимаю, что все расстроились, что да, была такая техническая заморочка, что с переводом все, все решили, переводы пошли. Оплаты с карт не проходили, но сейчас опять все нормально. Сейчас-то все нормально. То есть, посты делайте в группах. В методике это все есть. Но смотрите, как работать. Делайте пост, делайте свою группу, например, ВКонтакте. Делайте перепост на свою страницу. И вот этот перепост, вот этот пост кидайте в чат. Соответственно, человек зайдет, поделится, например, на своей странице вашим постом. И у вас получится, вы пиарите, убиваете одним выстрелом двух зайцев. Вы будете пиарить и свою группу одновременно, и свою страницу. Понятно, о чем ты говоришь? Я почему-то в своей группе не могу сделать пост, там личное сообщение только. У тебя, значит, настройки приватности выставлены. Если ты пост не можешь выставить. Да, вот, пост я не могу выставить, потому что я захожу, там настройки, приватность. Приватность это в самом... Это в самой админ панель группы. Потому что я знаю, что с телефона, со смартфона очень сложно, даже в ютубе, там можно выложить видео, после опубликовать и после этого только выставить теги. Обязательно проводите оптимизацию видео своих. Потому что я вижу, вот у кого компьютеры есть, я уже рассказывал, проводил я вебинар, поэтому... Установите себе расширение видайкью. Устанавливается оно в гугле. Обязательно выставляйте вот эти теги, потому что для чего видайкью, она вам будет помогать именно оптимизировать ваши видео. Чтобы ваши видео, там, шли, ну, возможно, в топ пойдут. Потому что даже невозможно, а если видео, например, набирает миллион просмотров, в любом случае, там, 500-700 просмотров, если вы примените теги под топовым видео, они пойдут к вам. И там не надо их вручную добавлять, там просто надо нажимать на эти слова. То есть, плюсики ставите, но единственное, смотрите, чтобы теги у вас были именно по теме вашего видео. Потому что YouTube сейчас очень взялся за видео, и если теги не подходят, например, под видео, могут заблокировать ваше видео, либо вообще канал заморозить. А вот, правда, это, что в этом чате же писали, что в YouTube нельзя видео грузить? Смотрите, насчет видео, то есть со сторонних сайтов. Конечно, вот на данный конкретный момент, да, почему-то YouTube взялся, и сейчас, ну, как, грузить можно, но может возникнуть такая ситуация, например, ты вот загрузил там видео своего друга, где он там на видео, например, и вы потом поругались, и он предъявляет свои авторские права, и твой канал ловит страйк, а страйк – это очень плохо, страйк – это блокировка канала. Вот, так что лучше выходить и ставить плюсики. То есть, на свои видео у меня стоит лицензия Creative Commons, на свои видео, то есть мои видео, которые лежат на канале, можете скачивать, и можете быть уверены, что даже если мы поругаемся, никому я предъявы кидать не буду, то есть, ради бога, пользуйтесь видео, продвигайте сервисы, продвигайте там, ну, все, что хотите, то и продвигайте MyInVision. Только единственное, если решили там что-то скомпоновать, может, спросить желательно. И работайте со своими партнерами, мы не в силах всем по структуре отписываться, у меня там по 500, по 600 транзакций. Лена всем своим на почту, ну, кидаю текст, который на почту. Таня уже с Юлианой сама будет работать. Юлиана, там, потихонечку смотри видео, оформляй страницы. Будут вопросы, пиши в чат, участвуй в чате тоже. Свои страницы выставляй, видео свои записывай, профиль оформи, ну и так далее. Вот, и давайте заканчивать, и, наверное, напоследок, что я хочу сказать, давайте уже бурненько начнем видео записывать. Татьяна, я вижу, записывает практически каждый день, вот Александр с Андреем у нас пропали, Дамир тоже что-то особо не жалует. Видео, формат. И пишите истории в Фейсбуке, ВКонтакте каждый день. Вот Елену я вижу каждый день. В Фейсбук открываешь, Елена история, то код там, и еще фото. Ну, Фейсбук, это... Не важно, можно не по бизнесу. Пишите, там, завтрак сняли, термометр, там, какая погода, да все что угодно, что вы кушаете. Главное привлечь внимание. А у вас будет закрепленная ссылка ВКонтакте. Люди будут заходить и интересоваться. Вот вам метод, приглашай, не приглашай, а бесплатный, тем более. Бесплатный, да. И YouTube не забывайте тоже. Ну, конечно, истории туда не надо. Желательно, если канал по бизнесу, значит, что-то там по бизнесу, но иногда можете разбавлять какими-то обычными видео из своей жизни. Ну, а там плейлист создать какой-нибудь, там, один день. Да, можно создать обычный плейлист. Еще, еще хочу сказать, смотрите, на YouTube очень, как поисковые роботы, очень любят плейлисты. Чем больше будет у вас плейлистов, тем лучше. То есть, загружаете видео, создаете плейлист. Я сейчас вот еще один канал, свой старый, начал оптимизировать. Оптимизирую я его под Facebook и Twitter. То есть, у меня, например, сейчас серия английских видео на английском языке загружена. Вот, она в отдельном плейлисте, там, написано, там, в Full Word, на видео на английском языке. Следующий плейлист я планирую, там, на немецком языке, на французском и так далее. И все, что было по плейлистам. Если даже ваше видео в запросах, например, не будет участвовать, то есть, люди, ну, может, смотреть будут, может, смотреть не будут. То есть, не столь важно. В любом случае, вы называете вот этот плейлист, и он может всплыть где-то в поисковиках, в запросах. То есть, теги ставьте, соответственно, на том языке страны, на котором есть. Теги, то есть, заходите в переводчик, пишите на русском, благотворительность, там, помощь, дети. Ну, побольше тегов, там, 8-10 тегов написали. Обязательно теги, вот, под каждым видео должны быть. Обязательно теги должны быть под шапкой канала. То есть, когда канал создаете, это я тоже вам показывал все. Заходите в настройки канала, обязательно проставьте теги, о чем канал. То есть, если канал о бизнесе, значит, теги должны быть о бизнесе. Не обязательно это одно слово, это может быть тег из двух слов. То есть, два слова. Бизнес в интернете, работа в интернете и так далее. То есть, также эти теги, если вы создаете канал на английском языке, вы можете эти теги перевести на английский язык и также вставить в теги канала. То есть, если вы заведете, вот, непосредственно один русский канал будет, один английский канал будет. И, соответственно, если вы, вот, на данный конкретный момент я вижу, как, что лучше, конечно, создавать два канала на, ну, например, на английском, там, итальянском, чтобы эти видео были, там, например, на отдельном канале. И этими видео уже делиться непосредственно на Твиттер, Фейсбук, потому что Контакт и Одноклассники, ну, я не вижу смысла там делиться видео на французском языке. Ну, вот, такое в моем деле. Вот у меня такой вопрос. Говорили же вот в чате, несовершенненько. А как они будут, он же по ходу, как он регистрируется, валит ван? Ну, валит ван, у него же номер телефона есть. Ну, номер телефона, он тоже за данные полностью, в верификацию пройти. Верификацию, верификацию. Верификацию, если ты брата хочешь, твой кошелек привяжи. Мне просился, он с другого города, но он просился, я ему говорю, я тебе могу заинтересовать, ну, смотри, потом проблемы будут, ты не сможешь деньги, если вывезти, потом ты меня будешь. Ну, твой кошелек привяжи ему, какие проблемы. Будет на твой кошелек идти, будешь ему отдавать. Все по-честному. Проблем-то нет. Давайте заканчивать. Это тогда, может, любой кошелек привязывать, да? Ну, любого человека. Ну, нежелательно на много кабинетов один кошелек привязывать. Ну, два, может, аккаунт. Ну, один кошелек на два кабинета можно. Ну, один кошелек на два кабинета. У меня маминга и мой. То есть, один кошелек на два кабинета. Он тогда может на сестру создать? Может, да. Она пройдет верификацию, заполнит паспортные данные, он будет работать. Так можем, да? Конечно, вдвоем будете делиться друг с другом опытом. То есть, если кто-то у вас рвется в бой, не надо его ограничивать 16-17 лет. Если хочет работать, пускай работает. Проблема с верификацией, ее всегда можно решить. Он же не сирота, родственники, братья, друзья. Мне много знакомых пишут, пишут. Я говорю, ну ты зайди, ты видео смотрел. Я говорю, я работаю. Зайди, значит платит. Я говорю, вот даже ему скидывал своего напарника, партнера Маржана сертификат. Я говорю, вот мага, говорю, подо мной. Он как, я говорю, ну видишь, подо мной в сертификате. Значит, работает. Не надо никого уговаривать. Уговаривать, да, не надо. Я их не уговариваю. И напоследок. Все работает, через год работает. И люди получают здесь деньги. Кто шевелится, тот получает. И снова. Все, ребят, я отключаюсь, я пошла. Пару слов напоследок. Конечно, можно участвовать вот в этих перебранках, которые мы участвуем там под видео, еще где-то там под обсуждениями. Но надо считать в любом случае человека, что он неадекватен в любом случае. То есть вот эта девушка, которая последний раз мы с ней бодались, но там человек просто, я не знаю, либо под балдой какой-то, либо под наркотой. Она вообще неадекватна. И давайте не будем тратить на них время, а просто работать на нормальных людей. Ну, написали лохотрон. Если там пару сообщений ему написали, начинает бычить, начинает оскорблять. Все, забрасываете это все. Если ваше обсуждение, просто человека блокируете. Если не ваше обсуждение, лучше оттуда выйти. И этот человек в любом случае, ну, бывали такие случаи, когда нахрен посылали, и этот человек в любом случае через несколько месяцев вступал в проект. С извинениями. Извинялся. Вот. Владислав, он что, он наш, он вообще... Наш партнер, да, Большой? Нет, он не наш. У него давно другая структура. Я поменяла спонсора уже давным-давно. Ну, ладно. Я говорю, а почему тут я? Не столь важно это все. Кто под кем был? Ну... Не вижу смысла тратить время обсуждать других партнеров. Он не в нашей структуре. У него свои способы, у меня свои. Вот и все. Итак, ребята, давайте заканчиваем на сегодня. Если возникнут какие-то еще вопросы, пишите в чат, организуем. Потому что вот такие комнаты, они обычно блокируются через неделю. Ну, организуем еще один звонок. Ну, заодно подключим там и Дворяткину, и всех остальных, кто хотел. Все. Всем доброго вечера. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.